Добрый день. Сейчас произошла встреча с нами и президентом Коксом, президентом Квашневским. Она продлилась более получаса. Мы понимаем эту миссию Европейского парламента как продолжение Европейского парламента резолюции, которая была принята в конце мая, которая утверждает о том, что те репрессии, которые проводятся против политических оппонентов власти, моей мамы и остальных, это политические репрессии и требуют немедленного освобождения политических заключенных и их участия в политических выборах и политической жизни. Очень внимательно президенты выслушали наши доводы, подкрепленные уже выводами многих юридических компаний, организаций, международных организаций по правам человека, выводы Датско-Альхельсинского комитета, которые президент Кокс сам лично прочитал и изучил. Они понимают ситуацию. После нашей встречи у них будет встреча с президентом Януковичем и премьер-министром Мазаровым. И дальше они будут продолжать свою миссию, чтобы восстановить справедливость в этом случае в политических репрессиях в Украине. Я хотел бы додать, что от имени Юлии Тимошенко мы передали вдячность президенту Кашневскому и пану Коксу за то, что они приняли решение для того, чтобы взяти участь в этой миссии. Цей визит будет короткостроковым, они завтра же отлетают до Страсбурга. Но мета этого короткого визита была мать первые встречи с сторонами. И, как уже сказала Женя после встречи с нами, которая была первой в их программе, у них сейчас мае быть встречи с Януковичем и позже с Азаровым. Мы обговорили подходы до визначения их мандата, что саме мают сделать, сделать эту миссию. И мы поняли во время обмена, что, поскольку эта справа является загальновизнанной, в частности, в резолюции Европейского парламента, как политично или политично мотивированной справой, то саме этому боку справы будет давать основную внимание и основное значение. Также мы поделились думками стосовно стратегии защиты, как политического, так и правового, которая сейчас происходит. И висловили свои оценки щодо поведенки и мотивов поведенки влади, зокрема, за 5 месяцев до парламентских выборов и меньше, чем за 2 месяцев до закинчения реестрации кандидатов на эти парламентские выборы. Поэтому эта привязка щодо звольнення и безперешкодно участие у парламентских выборов Юлии Тимошенко и других лидеров опозиции, она закреплена, она получила понимание. И очевидно, что иначе и не могло быть. Адже и президент Хокс, и президент Квашневский, и сами политики, которые знают, что такое политические решения. И поэтому для политиков, которые играют за правилами, а не с правилами, криминализация политического решения не имеет ничего спильного, а не с демократией, а не с верховенством права. Юлия Владимировна, будет футбол сегодня смотреть? Сегодня большой праздник для Украины, первый матч сборной Украины. Я думаю, да, что у нее есть телевидение, я думаю, ее разрешат сегодня смотреть матч. Чи мое намерение футболистских видеть ее в колонии? Ишла бы это новая? Что? Чи будет кто-то из представительства польского, я не знаю, на увазе, видеть ее в колонии? Да, оба президента сказали, что будут пытаться попросить власти иметь возможность встретиться с мамой, но это нужно спросить у них. Но они сказали, что будут иметь такую возможность, но дадут ли такую возможность власти, непонятно. А все-таки какая конкретная цель их визита, если уже столько Европы пыталась повлиять на власть? Я еще раз повторю, мета визиту – это визначити рамки мандату, за которым будут действовать эти два визнанных европейских политика. Для этого будет первая встреча, три встречи. И встречи, которая произошла сейчас, про которую мы сейчас говорим. И еще две встречи, в частности, с Януковичем и Зазаровым. После этого, завтра, они отлетают до Страсбурга, чтобы сообщить про первый визит и президента Европейского парламента, и других европейских политиков, которые были долучены до этого визита. Отже, основная мета этого первого короткострокового визита – это четко закрепить и достигнуть взаиморозумения между всеми сторонами о мандатах этих политиков, которые также должны были мать и четкие часовые рамки, поскольку 26 червня должен был происходить касационный суд, который был указан из необыкновенных причин. И очевидно, что эти часовые рамки, юридические и правовые рамки, должны быть визначены уже за последствием этого визита. Я думаю, что Европейский парламент, Европейский парламент, это очень decisивное действие для наблюдения, чтобы не только наблюдать, но и сделать конкретную конкурсию, только после последнего штата правительства, кассация, которая будет заниматься на 26 дюйма, это, наконец, решить и обеспечить мою мать, чтобы найти правительство и закончить эту политическую крису. Я думаю, что цель этого миссии очень очевидна – это восстановить правительство в ситуации политической криси, которая уже пошла на «дедлок». Я бы еще хотел додать, что мы поведомили и президента Кокса, и президента Квашневского про то, что в пятницу Юлия Володимировна вернулася с черговой требованием, что до припинения штучного затягивания розгляда справ в кассационной инстанции, что это затягивание носит штучный характер, что его основная мета – создать перешкоди в розгляде скарги Юлии Тимошенко в Европейском суде «Справ людини». И, как мне удалось, такая позиция абсолютно чуткая, соответственно, до закону. И, как мне удалось, и президент Кокс, и президент Квашневский зрозумели и приняли эту позицию Юлии Володимировна. Спасибо.